Всем привет, на связи я, Мария Митина, основатель клуба артов опера. К сожалению, у меня ужасные новости. 9 марта скоропостижно скончалась моя мама, мой единственный родной, близкий, самый любимый человек в этом мире. И мы с двумя псами остались совершенно одни. Наверное, судьба решила, что я стойко перенесла это несчастье, и 8 апреля нанесла мне еще один удар. Из-за скачков напряжения случился пожар, и я в прямом смысле осталась без крыши над головой. Мое единственное жилье, мой дом, который мы с мамой строили несколько лет, горел. Дом очень сильно пострадал, обрушилась сгоревшая крыша, прогорела стена дома, что не уничтожило огонь, уничтожило вода, привела в полную негодность тонны воды, вылимаемой из пожарных гидрантов на протяжении нескольких часов. Пожар тушили с 7 вечера до 3 утра. И, к сожалению, мне бы хотелось, чтобы это был фейк, но это жестокая реальность. И в этот жуткий момент жизни со мной вдруг оказалось большое количество просто неравнодушных людей, которые помогали разгрызти пожарища, откачать воду, вынести сгоревшее, вымокшее, упаковать немного уцелевшее. Помогать приезжали друзья-соседи, друзья-соседи, соседи-соседи, бывшие коллеги, еще люди, с которыми я никогда даже сама лично не была знакома, они просто увидели посты в ленте и приехали помочь. Я безмерно признательна и благодарна за теплые слова поддержки, за материальную помощь, за ваше участие. Спасибо, что разделили мое горе. Спасибо, отдельное большое спасибо моей соседке, которая приютила меня с собаками, и нам есть где жить. Я не ожидала, что столько людей разделит мое горе. Я не знаю, как я бы пережила эти две недели, и безмерно благодарна вам всем. Но настал момент, когда усилий отзывчивых людей стало недостаточно. Увы, не все проблемы решаются добрыми руками. Возможно, у многих дом не был застрахован, мы не успели с мамой это сделать. Как, впрочем, и многое другое. Больно смотреть на остатки того, во что вкладывал свои годы жизни, деньги, силы, душу, где делал все своими руками. Я знаю, что я сильная, и я все пройду, все получится. Я продолжаю работать, и клуб тоже продолжит жить. Будут выходить наши оперные новости с Сергеем Булановым, будут выходить интервью с интересными людьми в формате неформальных бесед об опере. Вы по-прежнему можете заказать у меня разработку сайта или записаться на консультацию по продвижению в социальных сетях. Но, однако, мне все еще очень нужна ваша помощь. Я попыталась разрешить материальную часть проблемы сама, но в силу обстоятельств не смогла. Мне отказали выдачей кредита, так как я самозанятая. Не могу предоставить справку 2 НДФЛ о стабильном доходе, не могу взять кредит под залог земельного участка, поскольку собственником была мама. И вступаю в наследство я только осенью. К сожалению, за это время течет много воды во всех смыслах, в том числе и дождевой воды, и просто моих слез, нервов о деревянной конструкции дома только-только начали просыхать. По самой скромной смете восстановление крыши и стен обойдется в 2 миллиона рублей. Я признаю, что я самостоятельно не смогу, к сожалению, осилить такие масштабы и ищу любую возможность поддержки от вас, мои дорогие подписчики. Жизнь жестока, но сейчас у меня появилась новая мечта вернуться в мой родной дом. Любая сумма, любая помощь будет принята мной с огромной благодарностью и будет по спорям на этом сложном пути. Мои контактные данные, данные сайта, ссылка на всю историю, подробностях вы найдете в описании к этому видео. Я верю, что когда люди вместе, возможно, все. Так и появился наш клуб. Еще раз благодарю вас всех за вашу любовь, поддержку и понимание. Я уверена, что рано или поздно все будет хорошо. Всем добра и, самое главное, огнетушителей в доме.